Андрей Арсеньевич, я думаю, что это не должно остаться секретом, что я сюда вас привез на студию от подъезда детского мира. Скажите, пожалуйста, для кого вы там что-то искали? У меня есть сын, которому 80 лет. Если я уезжаю куда-то, то я обязательно приезжаю домой, что-то привозя ему, это естественно. Вначале было слово. Почему, папа? Субтитры создавал DimaTorzok Андрей Арсеньевич, последний дом вашего отца в России, эта квартира. Вы помните людей, которые сидели вот за этим столом? Да. Кто это был? Кто из гостей, я даже имею в виду в данном случае? Кого вы помните? За этим столом сидело очень большое количество людей. За столи были практически каждый вечер, поэтому других знакомых было много. Актеры, друзья, писатели Стругацкий, Иркатий Натанович бывал очень часто. Высоцкий приходил по праздникам, пел песни. И были очень интересные люди. Постоянно очень интересные беседы, интересные разговоры. Я еще и со всем маленьким ребенком за этим все слушал, прислушивался, следил. Потом мне это очень помогло в жизни. Здравствуйте. А вы помните момент, не знаю, вот как сцена, может быть, как кадр, как вспышка, что угодно? Вот ваше первое воспоминание об отце, когда вот вы его помните? Самый маленький какой-то, самое первое ваше воспоминание о нем? Это интересный вопрос. Я даже как-то не задумывался об этом. Наверное, это было еще на старой квартире. Мы переехали сюда в 74-м году, в 75-м. То есть он 4-5? Я родился в 70-м году, мне было 4 года, да. Мы жили тогда на другом месте. И я помню, наверное, это был, наверное, 72-й, 73-й год, где-то так. Я помню, как он мне держал на руках и показывал книгу. Честно говоря, не помню, какую-то книгу с живопис, скорее всего. Он всегда показывал в детстве эти книги. И я часто сидел у него на столе. Ну, или на руках, или на столе. На его письменном столе, где он работал. Это было на Орлово-Давыдовском переулке. В квартире, где мои бабушки. И следующее уже воспоминание у меня, наверное, связанное с ним, это со съемок зеркала. Меня брали туда тоже в то время. Они снимали в Тучково на натуре, в футер Горчаково. И вот эта сцена пожара дома. Вы ее помните? Я помню, что я сидел, как бы, этот сарай Рига-амбар был вдалеке в поле. А группа, как бы, камера стояла перед домом. И я сидел вдоль стены, прижавшись. И домогался, когда скорее зажгут пара. Вот это я помню. Я достал всю группу. Постоянно повторяю. Когда пожар, когда пожар. Я помню от мамы. Вот, наверное, это первые воспоминания детских отца. И первое моё участие на площадке. Кто из старших больше всего времени с вами, как с ребенком, проводил? Из старших? Моя бабушка. Бабушка мамина или папина? Мамина. Мамина, потому что мама посвятила свою жизнь отцу. Она была его ассистентом на площадке. Она работала с ним. Поэтому, когда отец работал, его не было. Их не было никогда дома. То есть, ну, и занималась моя бабушка. Сегодня в 12 часов 56 минут вы хотели начать съемку. Спасибо, Алиса. Сделай свет теплый. Легко. Я все время стараюсь узнавать что-то новое. Вообще важно находиться в актуальной информационной повестке. Мне много приходится общаться с людьми. Все эти люди очень разные. А что касается молодого поколения, то надо сказать, что там постепенно вырабатывается какой-то свой язык, манера общения, стиль речи. И вот это новое узнавать мне помогает. Алиса. Алиса, что такое чилить? В современном молодежном сленге чилить значит отдыхать, расслабляться, бездельничать. Алиса, что такое факап? Факап. Неудача, ошибка, провал. Алиса, что такое майнить? Тебе не обязательно это знать. Алиса, а что ты умничаешь? Что такое буллинг? Травли. Агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны другого. Спасибо. Включи-ка музыку Григория Соколова. Включаю Григорий Соколов. Спасибо, Алиса. И теперь главный вопрос. Алиса, кто такой Николай Солодников? Без понятия. Кто это вообще? Алиса, кто такой Николай Солодников? Солодников Николай Николаевич. Известный российский журналист, преподаватель, блогер и телеведущий. Родился Николай в небольшом городке Демидове, расположенном в Смоленской области. Спасибо, Алиса. В общем, Алиса – это отличный таймкиллер. Она не только отвечает на ваши или мои вопросы. Она умеет включать музыку, она умеет будить вас и меня по утрам, она помогает засыпать. Она умеет управлять умным домом. Кроме того, ситуация на дорогах, пробки, прогноз погоды – обо всем об этом вы можете спросить Алису. Алиса, скажи, пожалуйста, сколько мне ехать до Малого Гнезняковского переулка? 9 минут на машине или 9 минут на транспорте. Отлично, съезжу в Фоланстр. А какая погода сегодня в Москве? Сегодня в Москве от минус одного до плюс двух небольшой снег. Выключай свет. Легко. Короче, я за умные и, главное, полезные подарки. Такой помощник каждому, потому что он точно не будет стоять в пыли, а будет использоваться вами каждый день. Яндекс.Станция.Мини. Подробности по ссылке в описании. Пока. А как у вас складывались отношения с бабушкой и дедушкой, папинами, с Марией Ивановной и с Арсениным Александровичем? Марией Ивановна приходила, она навещала нас довольно часто. С дедушкой я не так часто встречался, но когда отец ходил навещать его, я несколько раз напрашивался. И виделся с ним здесь, он и во московской квартире, а также уже в Переделкино, где он жил довольно долго в доме писателя. У него комната-то была? Да, да, да. А какие у вас воспоминания о дедушке Арсении? Каким он был? Мне казалось, что он очень добрым, ласковым человеком. То есть, постоянно они говорили с отцом, беседовали, я так со стороны наблюдал за ним. Мне казалось, что он очень интересный человек. То есть, мне бы хотелось многого расспросить, но я не мог, не смел, потому что отец относился к нему с огромным пиететом, соответственно, я тоже. Когда дедушка говорил, надо было молчать и слушать. То есть, вот такого, чтобы вот деда там на колени запрыгнуть, обнимать? Нет, 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 такого не было. Ну, у меня, в принципе, и с отцом тоже особо не было такого, он не любил сюсюканье. Он вообще-то к детям относился очень, с моей точки зрения, правильно. Он никогда не говорил с детьми по-детски, он говорил всегда со мной, как со взрослым человеком. У нас было часто, мы гуляли, он брал меня на прогулки, особенно здесь, вот на Ленинских горах, в деревне, в мясном доме, где он купил, который в 70-м году. Он постоянно говорил, он человек был чрезвычайный, такой коммуникабельный, он очень делился своими впечатлениями, идеями, эмоциями, за столом с друзьями. Ну и, соответственно, тот, кто был рядом, это был я, ребенок, сын. И он говорил, рассказывал, очень много, много интересного, много я не понимал, естественно. Ну, его это не волновало. Ну, знаете, это как бы откладывается под сознание, да, потом мне это все-таки очень помогло, все это вспомнилось, выходило, когда нужно. Ну, вот такое отношение, как бы рассказывать, делиться, не учить, а говорить, что правильно, что неправильно, какая музыка красива, почему, какие деревья, какая природа, как смотреть на природу, почему это красиво. То есть, это было очень интересно. Мне кажется, что драматизм нашего времени заключается в том, что мы находимся в огромном отрыве, мы находимся в конфликте между своим духовным развитием и материальным, технологическим. Что-то не так в нашей культуре, вернее, в цивилизации. Что-то в корне неправильно, мой мальчик. Ты, наверное, считаешь, что нужно сначала изучить проблему, затем всем вместе искать пути решения. Возможно, это было бы реально, если бы не было так поздно, слишком поздно. Господи, как я отстал от всей этой болтовни. Слова, слова, слова. А музыку он включал на пластинках? Да, да, на пластинках. Очень бил Баха, естественно. И с детства это были «Страсти по Матфею», его любимое произведение. Ну, наверное, в годах три-четыре я наизусть знал. «Страсти по Матфею»? Ну, постоянно, да, доставил, устраивал. Потом спрашивал, что это, откуда, пишет из-за речи Татьев, откуда, какой части и так далее. Так что, естественно, что касается моих вкусов к живописи, к музыке, естественно, это привил мне отец. «Страсти по Матфею»! А вы помните одежду отца? То есть вот есть какая-то вот... Вот вы когда вспоминаете себя в детстве, вместе с ним рядом, какая одежда в первую очередь его вам вспоминается? Ну, не знаю одежды, он был человеком очень элегантным, он любил красиво одеваться, у него был очень хороший вкус, то есть мог одеться просто, но все равно казался элегантным, понимаете? Он никогда не выглядел как-то неадекватно или там... Неряшливо. Неряшливо, да, скажем так. Поэтому он всегда был очень интересный одеваться, поэтому всегда он выделялся среди людей. Вот он, например, по улице, когда он ушел, он абсолютно отделялся от толпы. Но это еще не сколько было его, казалось, наверное, его вкуса, а сколько его ощущение свободы. То есть человек был удивительно свободный внутри, и он это было видно, это чувствовал, да, что человек был абсолютно свободный. Он об этом говорит часто, да, что хочешь быть свободным, будь им, да. Но это, может быть, казалось на словах, но в жизни он был именно таким. Это, наверное, было одной из самых его характеристик основных и интересных, что люди тянулись к нему, потому что он абсолютно не чувствовал себя затянуто, казалось бы, в Советском Союзе, да, и так далее. Он был чрезвычайно свободный человек. И это было видно, это чувствовалось, это кого-то ему это нравилось, кого-то это раздражало. А кто дома, вот негласно, неважно, в старой квартире или в этой квартире, кто был главным? Вот чье слово всегда было? Мама или папа? Или бабушка? Бабушка. Мама, мама. Мама, мама. Ну, главным не в смысле приказов, а главным именно человеком. Она была удивительно добрый человек и мудрый, несмотря на то, что она была очень простая и женщина, работала с 14 лет. И отец всегда прислушивался к ней, и вот любые конфликты, которые возникали в доме, любые, как всегда, это бывает везде. Когда бабушка как бы вступала в разговор, все это как бы все рассасывалось, моментально приходило в норму. И, ну, естественно, конечно, отец, который был главным. А бабушка любила, когда к гости к вам приходили? Да-да, она очень любила готовить, так же, как и мама, естественно. Что готовила? Любила людей. Ну, русская кухня, пироги были. А у вас что было любимое из еды? У отца были любимые пироги и блины. Пироги и блины? Да. Которые бабушка или Лариса Павловна? Бабушка, нет, Лариса Павловна. А пироги с чем? Не знаю. Разные начинки были. Что было в тот момент? Мясо, грибы, капуста. А из друзей отца или мамы у нее были какие-нибудь любимые, из тех, кто приходил в гости, она всегда была очень рада, из друзей? Ну, у нас было очень много, у них было очень много друзей, и они, честно говоря, всем были очень рады. То есть, они не могли провести несколько дней без общения, без кого-то в доме. То есть, были какие-то постоянные гости, даже уже не гости, а люди, которые иногда приходили, останавливались, останавливались, жили несколько дней. У нас был очень открытый дом. А кто был самый шумный из гостей? Ну, это я не помню. То есть, я в определенный момент уже уходил спать, мне нужно было вставать в школу. Ну, честно говоря, я не могу сказать, кто из самых. Зависит от состояния застолья. Потом, кто начинал шуметь, а то, что зависит. Ну что, Новый год уже наступает нам на пятки, и значит, пора готовиться к этому празднику в ускоренном темпе. И если вы, как и я, не успели еще купить подарки своим друзьям, своим близким, то эта рекомендация как никогда придется вам кстати. Один из вариантов подарка, который можно быстро оформить, и который точно всем пригодится, это подписка Яндекс+. Эта подписка открывает вам доступ к музыке и подкастам на Яндекс.Музыка. А кроме того, вы сможете смотреть огромное количество фильмов в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD в великолепном качестве, что, конечно, позволит вам хорошо провести время в рождественские праздники. А еще есть скидка 10% на комфортные тарифы Яндекс.Такси. Это не считая дополнительных бонусов и баллов за покупку билетов в кино или театр на Яндекс.Афише. Что еще? Бесплатная доставка продуктов или товаров из интернет-магазина Беру. То есть не надо идти за горошком в магазин за день до праздника. Можно просто дома спокойно подождать курьера. Еще одна классная новость для тех, кто, как и я, всегда в движении. Чтобы подарить подписку Яндекс.Плюс не надо никуда ехать и даже не надо думать над упаковкой. Заходите на сайт Яндекс.Плюс по ссылке в описании. Выбирайте дизайн и размер сертификата и уже через несколько секунд вы сможете отправить его по почте или распечатать, чтобы подарить лично. Радуйте своих близких. Момент, когда ваш папа и мама уезжают на съемки в Италию для съемок сначала время путешествия, потом уже ностальгия. Да, время путешествия это был 79-й год. 79-й год. Это отец поехал один. Это снималось летом, где-то с июня по август. И он потом вернулся. Это было время написания сценария ностальгии. Они работали и за ними просто шел оператор с камерой и снимал их путешествия по Италии, где они выбирали локейшнс для фильма. локейшнс и талант старт подъехал Тони, я думал много над тем, что ты мне сказал По поводу тех, ну что ли, проблем Ты знаешь, у меня впечатление очень сложное У меня все смешалось, понимаешь? То, что было вчера У меня возникает такое впечатление, что я видел это неделю тому назад То, что с нами, там, где мы путешествовали месяц тому назад У меня, так сказать, ощущение возникает, что это было только что Все смешалось, и время, и пространство Потом отец вернулся, и он уехал в 82-м году уже на съемки ностальгии То есть, с 79-го, 82-й были длинные, долгие и нудные переговоры по продукции Подготовки фильма и так далее Только в 82-м году он уехал в марте Ну вот этот период, это первый уже такой момент, когда вы надолго остались без папы Здесь Как вы вспоминаете это время? Как вам жилось без него? Ну, во-первых, когда он уехал в 82-м году Ну, он уезжал просто на съемки картины Понятно, что он уезжал где-то на год Ну, я привык, что он уезжал, часто уезжал на съемки Может, прощите год он жил в Таллине, когда снимался «Сталкер» Но проблемы начались, когда фильм был закончен Когда началась травля со стороны советских картин в Каннах И его решение остаться Ну, в тот момент он понял, что он уже не может вернуться в Россию Потому что он не будет работать У него был выбор между работой и возвращением к семье И он выбрал работу, естественно, как настоящий художник А вы это понимаете? Вы внутренне принимаете это? Я это понял и принял даже тогда Он спросил Мы говорили по телефону практически каждый день Общались с ним И, естественно, нельзя было это Несмотря на то, что, конечно, хотелось быть с ним рядом Но я просто с тех пор прожидал момента, когда мы с ним увидимся Когда я смогу уехать Я никогда не умел отделить свою собственную жизнь От фильмов, которые я делаю Для меня картины всегда были частью моей жизни Вообще Для того, чтобы сделать какую-то картину Мне приходилось всегда сделать какой-то выбор Жизненно необходимый, жизненно важный И для меня кино – это не профессия Это моя жизнь И каждый фильм для меня – это проступок А вы же все это время в школу здесь продолжали ходить? Да, да А в школе одноклассники, учителя Они знали, что вы сын Тарковского? Да, да, но все вели себя очень лояльно Я учился в этой школе с первого класса Меня знали Никто никак не высказывался И не показывал каких-то негативных вещей А среди учителей, не помните, были, например, поклонники отца? Нет, этого я не помню, нет, нет Ну, тогда со мной на этой теме никто не беседовал в школе до нас Вот, наверное, может быть и были, конечно А что мама с папой, вот когда они принимают решение остаться в Италии 83-й, да, получается, это год? Да, 83-й, наконец, 83-й А никакие вот слова нашли, что они вам говорили по телефону, когда звонили Ведь совершенно же было непонятно, то есть, когда разрешится эта история И вам разрешат с бабушкой туда выехать Что они вам говорили? Ну, они просто говорили, что мы скоро увидимся, что все будет хорошо Что как бы надо потерпеть и пережидать этот момент Ну, я терпел и ждал То есть, как бы мы не обсуждали это, но все как бы верили и надеялись, что мы рано или поздно увидимся Но уже там, что нас отпустят А кто из друзей приходил поддерживать? Из друзей отца приходили люди? Ну, вот самая ситуация сложная и, можно сказать, неприятная была в тот момент, когда он принял это решение Многие друзья, многие люди просто отвернулись и исчезли Из тех, кто в дом приходил? Ну, естественно Ну, конечно, это было страшно в те времена еще, понятно, люди боялись Еще Советский Союз И это было самое, конечно, неприятное Некоторые не здоровались на улице, отворачивались С вами? Да Люди, которые были за этим всталом Там березно? А? Все мы серьезно? Да, да, ну вот я как бы не обвиняю, потому что действительно люди боялись просто, потому что они... Так вы же ребенок, это что? Страх есть страх Советский Союз, сейчас это забывается, но тогда были сложные времена Сейчас это немножко странно, может быть, показаться, но тогда это, наверное, было уже... Не случилось не только со мной Вот И... И было... Жить в неком вакууме было довольно сложно Эти четыре года, естественно, без родителей Довольно тяжело Еще, конечно, тяжелее было приехать, встретиться и узнать, что отец, что у него рак, и что он бессмертельно болен Ну, наверное, это было одной из причин, по которой меня отпустили Несмотря на телеграмму Франца Миттерана, президента Франции, который просил Горбачева о моем выезде Но в любом случае все это было довольно быстро и был большим шоком А вы этих людей, которые, я на секундочку вернусь просто назад, которые бывали в этом доме, а после отъезда отца не здоровались с вами на улице, вы их всех помните? Не всех А вы простили их внутренне? Конечно Ну, зачем таить зло? Это понятная ситуация была И, как бы, больше не общаюсь, но... А кто поддержал? Вот были коллеги, не знаю, режиссеры, артисты, художники, неважно Были, были, конечно А кто в первую очередь? Ну, в первую очередь, например, Сережа Баражанов был Которого самого судьба Которого самого судьба очень тяжелая И я помню, когда отец уже был там, он остался И Сергей как раз вышел из... Его отпустили, он вышел из тюрьмы Он приехал в Москву отпраздновать Он приехал сюда, мы сидели здесь И стал он, потом взял меня И еще друзей, знакомых Поехали праздновать в ресторан И в освобождение Был замечательный вечер А еще кто? Ну, я сейчас не помню Ну, были люди, многие люди, которые истинные друзья, которые остались Отец любил Паражанова? Да, очень Они дружили, они очень уважали, любили творчество Луфи И Паражанова, соответственно Какой он был человек, вы его каким вспоминаете? Паражанова? Да Ну, удивительный человек Как и Луфи Человек талантливый был во всем Постоянно он находился в процессе создания чего-то Да, у него в руке постоянно что-то делали Сидел за столом и Говорил с вами А между тем делал какой-то колляж Потом удивительный, потрясающий колляж возникал У него на бумаге или сделаны салфетки Ну, такой чрезвычайно творческая личность Очень интересная, красочная, яркая Просто Антипод того периода Я всегда с огромной благодарностью и с удовольствием вспоминаю фильмы Сергея Параджанова, которые я очень люблю Способ мышления, его парадоксальный и поэтический, его умение любить красоту, его умение быть совершенно свободным внутри собственного замысла Можно перед тем, как мы вернемся к истории К тому моменту, когда вас все-таки выпустят за границу и вы с бабушкой сможете поехать к отцу и к маме Мы вернемся к картинам, которые все-таки снимались еще здесь Солярис, он снимал, вы совсем были маленьким, когда Я родился, да, в 70-м году, поэтому Солярис уже был в подготовительном периоде Я прошу заранее прощения Я уже до начала интервью просил прощения несколько раз и сейчас прошу прощения, что я вас буду спрашивать про картины сына режиссера И все-таки, ну, то есть я, ну, вы же остаетесь зрителем Конечно Все равно Солярис Относится к числу ваших любимых картин отца? Да Я сейчас объясню Почему Объясните Я увидел Солярис первый раз Я немного слышал постоянно, ну, понятно Все говорили о Солярисе и так далее Фотографии рассматривал, но фильма не видел Ну, его не было в прокате, он не шел Не было видеокассет в тот момент, я не мог его посмотреть И тут как-то в газете, не помню какой это был год, наверное, восьмидесятый, может быть, мне было лет десять, одиннадцать, восемьдесят Восьмидесятый Еще отец был здесь Я в какой-то газете увидел, что в каком-то подмосковном кинотеатре идет Солярис показывает фильм Я говорю, так, отведите, можно поеду, нет, далеко Я говорю, так, отвезите меня Ну, в общем, я настоял и поехал посмотрел Станция Солярис Станция Солярис Делайте что-нибудь, каждый теряет стабилизацию Здесь келья, прием Я приехал и помню, что заболел Я слег после того, как я посмотрел фильм Где-то неделю у меня была температура И постоянно вот это такое болезненное состояние и кадры из фильма Я возникаю И тут, наверное, первая моя встреча с фильмами Тарковского, как зритель И вот это чувство вины и чувство героя Криса меня поразило в тот момент Я после этого, значит, прочитал и книгу Но, естественно, в книге я не нашел того, что было в фильме И в какой-то степени он мне дорог этот фильм Потому что это мой первый фильм, который я увидел Фильм своего отца Тем более без всяких, скажем, требований или там показов Потому что, понятно, да, я помню, я был на просмотре «Зеркало» У меня было уже там пять лет Но это был просмотр, я был ребенком У меня остались какие-то впечатления, но чисто такие визуальные А «Солярис» — это был первый фильм, который я посмотрел Как-то по-своему, по-детски Полный зал был в просмотре? Честно говоря, я не помню, нет Вари, а зрители помнят? Нет, не помню Я вообще не смотрел на зрителей Я настолько был в фильме, что я даже не помню, как Папа очень переживал из-за того, что Лем неоднозначно не понял картину И все это не очень гладко смотрел Ему было жаль, но в принципе он сделал свой фильм Он хотел, чтобы Лем участвовал больше в этом проекте Много лет на нем Он уже думал о «Солярисе» во время работы над Рублевым Первая идея была в 1965 году То есть процесс работы и подготовки фильма был довольно длинный Не было какой-то такой идеи, как некоторые говорят, проходной картины Это что-то, что его интересовало в течение многих лет Естественно, ему было не то что обидно Он просто он сожалел о том, что Лем не понял его идеи Но, естественно, они очень отличаются Кто читал романы, кто видел фильм, что это очень разные вещи Поэтому тут как бы я не думаю Когда читаешь Вы публиковали же отчеты заседаний в Госкино На приемке картины Когда читаешь список правок Которые Госкино или кто-то там требовали от вашего отца К Солярису, значит, чтобы главный герой В нем не видно, значит, приверженности идеям марксизма-ленинизма Да, да, из какого строя он летит Из какого строя он летит И почему он из него улетает Да Как это вообще все переживает Ты когда читаешь это вот спустя там 50 лет Это те волосы на затылке шевелятся от ужаса вообще А что отец ваш в этот момент вообще чувствует в каком-то переживании? Это все? Это весь ваш фильм? Да, это все Но мы ничего не поняли Вы сняли облака Почему вы снимали одни облака? Это, наверное, туман, о котором я говорил вам Ну, отец был очень сильный человек в этом смысле, понимаете Чтобы сделать свои картины, которые он сделал здесь Это уже чудо, да, в Советской Союзе Да, в эту эпоху и такие картины Надо быть очень сильным, да Надо доказывать свою правоту Надо отстаивать каждый проект А ведь как было сначала заявка Строять заявку Потом строять сценарий Потом потом фильм Но, тем не менее, он имел эту энергию, да, силу Которая дала ему возможность реализовывать свои проекты Свои видения Тем более все фильмы, которые он сделал Они, как бы, там, сделаны полностью по его желанию Он никогда не спускался ни на компромиссы Это все было именно сделано так, как он хотел И как он это видел Это очень важно И, естественно, это его изнуряло, изматывало Это была постоянная борьба Это постоянно Это было ужасно Для него, для его здоровья, для его работы Но, тем не менее, он говорил о том, что художник не только должен быть, как бы, талантливым и работным, но также должен защищать свое видение, свою работу, свой труд И у него была эта сила Конечно, это его изнуряло И, конечно, все эти перипетии, все эти двадцатилетняя борьба не отразилась на его здоровье, наверное, и на его судьбе Можно я про зеркало еще спрошу, про которое мы уже с вами начали говорить Я заранее прошу прощения, если вы не захотите про это говорить Можно не говорить Георгий Иванович Рерберг, с которым уже потом судьба развела вашего отца И, собственно, его Вы помните его на зеркале? И как они между собой общались, как складывалась их работа там? Очень хорошо, они замечательно общались Это был интересный творческий человек Их зеркало, по-моему, вообще гениальная картина с точки зрения императорской и режиссерской Это мягко сказано Да, там вообще не к чему придраться И мне кажется, что фильм замечательный Они дружили, они после-после дружили Даже они общались После того, как они разошлись со Сталкером, да, там возникли проблемы Но это как бы творческий вопрос Касается двух творческих личностей, двух творческих людей Которые Рерберг тоже был То есть Но зеркало, по-моему, замечательно И работали они вместе Очень плотно и плодотворно Они были друзьями Говорят, что Перед тем, как пропал тот самый первый вариант Сталкера Которым еще работал Рерберг Какие-то кусочки, какие-то фрагменты того, что было снято Кто-то видел? Это действительно сильно отличалось от того, чем Сталкер стал В финальной уже, там, второй версии С третьим оператором А вы видели, вот тот Сталкер удалось ли Нет, я ничего не видел Я не знаю, кто это видел вообще Откуда эти кусочки Я знаю, что в Сталкере А с первого Сталкера осталось один кадр Это вот эта вода И песок И ветер, который дует над этой странным озером Все остальное нет Я не видел Я даже не знаю, где эти кусочки Я знаю, что этот материал был Который был засвечен, испорчен То есть это пленка Брак Там были какие-то, я видел Некоторые кадрики Просто фотографии Размытые, темно-синего Какого-то странного оттенка Видно, что это просто какой-то технический брак А папа тяжело переживал ссору сразу? Ну, он тяжело, он все тяжело переживал Особенно ссоры с друзьями Которыми Он всегда работал с людьми С которыми Через картины в картину С одними и теми же Практически Поэтому Считал людей своими соратниками И, конечно, переживал тяжело И Но, тем не менее, он В этом смысле Он Должен был сделать фильм Он только как бы посвящал себя Своей творчестве Своей работе Для него первое стояло это фильм Это работа Ни одни взаимоотношения Он готов был Принести в жертву Это, да? В какой-то степени И поэтому Все эти проблемы Не только Скажем так Бюрократические Цензурные вопросы Он переживал очень сильно все Он был человеком Очень чувствительным Как бы Он хорошо Он держал удар Но все равно Это в какой-то степени Внутри Отражался И ранил очень сильно Он очень иронимый Он был сильно иронимый В то одно и то же Поэтому Это все Было в нем А вы не встречались Потом с Георгием Ивановичем? Нет А нет Мы встречались в Париже Я помню Да Встречались в Париже И тогда еще с мамой Да С Георгием Ивановичем А что это было на встрече? Это была по-моему Выставка посвященная Отцу Или было его выступление В Париже Он приезжал Где-то наверное В конце 80-х Из меня ошибаюсь Но они Но они долго Сидели Разговаривали с мамой И очень Побеседовали Я поздоровался Ну он меня помнил Только ребенком И я его помнил Мы там много не виделись А как Бабушка и дедушка По Папе Мария Ивановна И Расея Александрович Восприняли картину В зеркало? Ну Я не знаю Я не знаю Я не знаю Я знаю Я говорю он сказал, как же ты нас сделал он говорит, они может быть не совсем поняли, как я сам себя сделал то есть, да это фильм очень искренний но, по-моему, это вообще фильм удивительный посвященный матери, посвященный родителям Вы считаете, что он в чем-то виноват? Да нет, это он так считает Оставьте меня в покое Простите, вы что-то сказали? Оставьте меня в покое В конце концов, я хотел быть просто счастливым Вообще, все фильмы, все творчество отца это в какой-то степени переврожденная поэтика Арсения Тарковского Наверное, не было бы Андрея Тарковского без Арсения Тарковского Это ясно И снится мне другая душа В другой одежде Горит, перебегая От робости к надежде Огнем, как спирт без тени Уходит по земле На память гроздь сирени Оставив на столе Дитя, беги Не сетуй Над эвредикой бедной И палочкой по свету Гони свой обруч медный Пока хоть в четверть слуха В ответ на каждый шаг И весело, и сухо Земля шумит в ушах Так же, как если бы не было Марьи Ивановны Не было бы вообще отца Как художника Она же принесла Практически себя в жертву Детям Она воспитала их Во время войны Она Сделала какие-то удивительные вещи Которые Музыкальная школа Школа живописи Во время войны Можете себе представить Что это значило Без копейки денег Работы на просто Корректором Типографии То есть Без нее бы Естественно Я думаю Творческая личность Не развелась бы Она сделала себя У нас была очень трудная жизнь Мама кончила то Что сейчас называется Литературным институтом А раньше это были только Курсы имени Брюсова Так же как и отец Они там познакомились Но когда мой отец ушел От нас Мама уже не могла Заниматься Литературным трудом И не имела возможности Имея двух детей На руках И она пошла Работать в типографию Корректором И по существу До самой своей смерти Для того как она ушла На пенсию Она работала В первой Образцовой типографии Имени Жданова Которого она находится В Москве На Воловой улице И все то что я Получил в жизни Все что Все лучшее что я имею В жизни Если я имею Это Даже то что я стал режиссером Даже то что я работаю В кино Стал художником Все это случилось Только благодаря моей мати Благодаря усилиям Которые она Сделала для того Чтобы я стал Так сказать Тем кем я являюсь Сейчас И этот фильм Мне кажется Именно показывает Это говорит Эту связь духовную Удивительную И я не думаю Что там Я не видел там Каких-то негативных С точки зрения сына Негативных Критики По отношению к родителям Ни в коем случае Наоборот Ну интересно Что если дедушка Арсений Александрович Он еще был Хоть в какой-то степени Публичным человеком Потому что стихи Они печатались И великий поэт То она же была Совершенно не публичным человеком И вот увидеть Себя На большом экране И ты понимаешь Что это Это видишь Не только ты Еще тысячи 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 Тяжелые испытания Мам Там керосинка коптит Что? Ну наверное Наверное Это было непросто Это очень тяжело Да Но тем не менее Я думаю В конце концов Она простила И поняла Что хотел сказать Отец Она была Очень не глупый человек Она была Чрезвычайно талантливая Тоже Они уже познакомились Дедушкой На курсах Брюсовских Она тоже писала Но она Все забросила Когда Они поженились Когда начала Заниматься Детьми С тех пор Больше не брала В руку Опера Но тем не менее Чрезвычайно талантливый Неда человек Звучайно талантливый Вы помните тот момент Когда Было принято решение Что вам разрешают Ехать В Париж В 86-й год Как это было? То есть Вот вам Кто вам позвонил Кто вам сказал Что Можно лететь Ну Сначала позвонил отец Если не ошибаюсь Буквально через полчаса Позвонили Позвонили И сказали Что вы летаете Послезавтра Это после 4-х лет У вас там Сутки на собрать На сборы И приехали люди Из КГБ Посадили нас В машину С бабушкой Сейчас пойдем У меня еще 16-ти не было На мне уже паспорт Выдали И благополучно Это даже не водили По посольству Все документы Были сделаны И посадили в машину Мы проехались Вернулись Сделали фотографии И билеты принесли На самолет Вот И в течение Я даже не успел Попрощаться Не в школе С своими друзьями А у вас было Что это за чувство То есть Ты улетаешь навсегда Да Да у меня было Это чувство Что я улетал навсегда Тогда В то время Это было понятно На что мы уже Не смогли вернуться И Было довольно Странно А бабушка Как это все Пережило Ну бабушка Довольно Она была сильным Человеком И мудрым Как я говорил Она Пыталась Как-то всех уговорить Уладить Потому что В принципе Она уже знала Что отец болен Мне не сказали Что он болен Здесь еще не говорили Естественно Не сказали Мне сказал Мама Когда я приехал туда Но об этом В доме уже знали И я узнал об этом Только после того Как мы с ним Увиделись Ну все очень было Быстро Хаотично И сумбурно Так Я говорю В течение двух дней Были сборы И прощания И мы вылетели А вы улетали С Шереметьево? С Шереметьево А кто провожал? Провожала моя сестра Провожала Ольга Мой двоюродный брат Ольга Да Нас долго Очень мурыжили А правда Смертели пробовал Нас долго Очень мурыжили Не пускали Поддались Потом все-таки Посадили на самолет Обычная процедура Немножко поиздеваться Перед тем Как отпустить Вот Мы прилетели В Париж Там У нас там Было огромное количество Журналистов Нас как-то там Обвели Тем не менее Успели нас Помучать фотографами И Андрюш И уже мы встретились То есть меня встретила мама А потом уже дома Лежал отец Он в то время Не останавливаясь Валер С гостями Марины Владимировичей И он уже был Лечь Вращаться Онколог Шварценберг У него дома Лежал отец Да Мы там с ним Встретились И вот фильм О котором вы говорили Крис Маркер Там он как раз Снимал Вот этот Мой приезд На канал Помните Лицо мамы Когда она вас увидела В парижском аэропорту Да Да Она конечно Тоже была в шоке Удивительно Ну мы все были В шоке Естественно Все было Как В каком-то Странном сне О чем папа с вами Стал говорить Вот После первых Объятий Что первое Что он вам Стал рассказывать Он тоже был Настолько шокирован Что он начал Просто Говорили Какую-то Вещи Как ты доехал Как ты вырос Как ты Эээээ Иди сюда Мой зубатец А что это роднёхица Иди-ка Сейчас сюда Сейчас Он совершенно Не похож на себя Ах ты мой хороший Сын на себя Не похож на себя Зубы до выросли А? Зубатки А... Зубатки Даже звалости Она совершенно Не изменилась А что Забыл Изменил Зубатки там было много людей еще четыре года москве 4 года потом как бы когда уже это состояние немножко спала через несколько дней мы начали говорить в тот момент это было все на эмоциях какой-то месяц это было 19 января 86 а как они вам сказали про болезнь папа не сказал мама что сказала ну она сказала что они мне говорили что у него воспаление легких но когда я увидел я понял что это не воспаление легких потому что он лежал кстати потом у него были сильные боли я замечал что с трудом двигается и потому что уже позвоночника и она не сказал мамы я обиделся много раньше сказать честно почему сразу не сказали здесь потому что я летел с одним чувством сюда туда когда прилетел так как бы было по-другому я бы может быть подготовился иначе к нашей встрече но тем не менее слава богу у нас был год вместе практически и мы смогли в какой-то степени пообщаться за это время кто кроме мамы из русских может из французов вот в последний год жизни восемьдесят шестой кто были самые близкие люди для отца кто кто не помните участки не общались например с французской французской наш друг шарль бэр де брант он был директор нашего института в париже самого начала когда после смерти отца который организовался журналист писатель до сих пор на штука и володя максима близкий друг они дружили он постоянно вещал отца мстислав растропович приходил очень часто тоже навещал то есть как из русских людей и потом я помню рубер брессона вместе с отцом получал за нас дорогие у нас цели а а а Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Он был в Париже, он же жил тоже в Париже на Александрове. Он стал приходить просто навещать отца, они очень трогательно садились, сидели на кровати, мы закрывали двери, они там общались. Режиссер меня всегда потрясал и притягивал своим аскетизмом. Мне кажется, что он единственный режиссер в мире, который достиг абсолютной простоты в кинематографе. Так как в музыке это сделал Бах, в живописи Леонардо, как писатель Толстой. Да, очень много было, в принципе, в то время, очень много людей, которые приходили поддерживать в Италии еще, и они остались. Те люди, с которыми мы общались, которые были друзьями в то время, они остались друзьями, если честно. А как вы жили этот год? То есть, чтобы вы приехали, ну, первые дни, понятно. Вы жили постоянно вот в этой квартире? Нет, потом мы переехали, мы сняли квартиру в Париж. Ну, мы должны были быть в Париже, естественно, потому что отец лечился постоянно, он то и дело бывал в клинике по какие-то периоды, потом возвращался домой, потом опять в клинику, и поэтому мы жили в Париже. Поэтому в Италию мы попали только летом. Мы отдыхали вместе на море, мы был полезен в воздух, он сначала был в антропассовской клинике на реабилитацию, а потом приехал уже в Италию, мы жили там лето все, до октября. А где в Италии? Недалеко от Флоренции, это Анседония, это море побережья Тосканы, называется Анседония. А потом, ну, там есть Арджентарио, полуостров, местечко очень симпатичное, и мотивация очень нравилась там, и мы, в принципе, были там до октября, потом в октябре он уже уехал в Париж, и ему не стало в декабре. Вот, так что вот этот период был связан больше с поездками, с больницами, с врачами. Он активно, даже в этом фильме, о котором мы с вами вспоминали уже, видно, что вот комнату, в которой он лежит, заставляют технику, это все такие телевизоры, мониторы. Наоборот, дорогой, ты совсем потом не подвинешь стола. Такие поляки, они очень хорошие, но в них есть... Тебе успокойся, не ты. Гонор, гонор. Он активно занимался монтажом «Жертвоприношения». Он занимался звучанием, да, монтаж как бы был уже практически закончен, сделал его в Флоренции, кстати. Монтировал, завершил его с Михаилом Решиловским, которым оставил... И Миша прилетал, показывал ему сделанные материалы, в основном вот этот звук и последние вещи он делал, да, в Париже. Я помню, они приезжали несколько раз, он доделывал картину, потому что продюсер был Анатоль Демон, с французской стороны тоже. И я помню, мы уже, кстати, вместе отсюда тогда, что лучше мы пошли насмотреть фильм перед Каннами, это был апрель 1986 года, когда фильм, в целом, первый просмотр был, частный просмотр в Париже. Он работал постоянно, то есть он не терял как бы надежды, он постоянно писал, у него постоянно писал заявки на картины, на идеи для фильмов, то есть у него было постоянно много работы. Он доволен был в итоге жертвоприношением, сам? Ну, я не знаю, он никогда не был, не высказывался о своих картинах, скажем так, мне нравится, мне не нравится, нет, он никогда не был. И мне кажется, никогда не был доволен полностью с ним, он всегда критиковал, находил что-то, что ему не нравилось, но, по крайней мере, я так думаю, что он сказал и хотел, то, что он хотел сказать в этой картине, он сказал. Ну, это, наверное, фильм «Завещание», в какой-то степени, да, и он это, ему это удалось, и он сказал, что да, то, что мне нужно было сказать, но я сказал. А вы помните свои первые чувства, когда вы увидели последние кадры этой картины с посвящением вам, моему сыну Андрюше, с надеждой, верой? Вы знаете, да, я помню, и тут, да, это очень грустный, да, момент, потому что и в фильме очень грустный момент, и тут, это был, как я говорю, это был апрель, вот, это было несколько мест, и спустя, в принципе, мы все надеялись, что... И в тот момент, когда я это увидел, я, наверное, осознал уже в какой-то степени для себя, что, наверное, все наши надежды, которые связаны с его выздоровлением, они, к сожалению, не оправдаются. То есть мы постоянно верили, естественно, в этот фильм, и то, что он мне уложил, вот это его конечное послание меня очень расстроило в этом смысле. Ну, и потом, как бы, все, что произошло, это последствия. Он всегда говорил, не надо, он шутил много по поводу жертвоприношения, по поводу ностальгии, говоря о том, что надо прекращать делать фильмы, которые автобиографичные. Все, что я задумал в фильмах, все происходит, действительно реально случается со мной. Например, история Горчакова, который никогда не вернулся в ностальгии, да, в России. Я мог бы попытаться не возвращаться в Россию, но лишь помысел об этом убивает меня. Ибо мысль, что я не увижу больше родной деревни, милых берез, не смогу более вдохнуть в грудь воздуха детства, для меня невыносимо. Я очень люблю свою страну, совершенно не представляю, как можно, так сказать, жить долго вне ее. Вот я здесь нахожусь уже больше года, я уже страшно соскучился по своим родным местам, по своей деревне, где у нас есть дом, в котором я живу, свою землю, которую я называю свою родиной. И о жертвоприношении герой, как бы в сценарии, в первом варианте, там не было ядерной катастрофы, это была более камерная история. Он заболевал раком, и спасался благодаря участию Марии, ведьмы, нам, любви. Вот, и после этого он говорит, все, хватит, я больше не могу, это уже болезнь, она показывает мне, что надо делать какие-то абсолютно другие сюжеты, не связанные с моей судьбой, с моей жизнью. Видимо, это ему не удавалось, потому что каждый фильм Тарковского может биографичен, то есть как бы в какой-то степени. Как я понимаю, Александр считает странным, когда человек сам добровольно превращается в произведение искусства. В большинстве случаев результат всякого поэтического труда очень далеко стоит от автора, и зачастую просто не верится, что образец мастерства – это творение чьих-то рук. Но, что касается актеров, то здесь все наоборот. Здесь автор сам выступает в роли собственного произведения. Простите меня за этот вопрос, но спрошу все равно. А вы помните день смерти отца? Вот просто этот день и момент, когда вам сказали, что папа умер? Да-да, я хорошо помню. Я был в Италии в тот момент. Мне, опять же, не сказали, что ему хуже до такой степени, что он может умереть. То есть, как бы, уже привык в течение, там, практически года, ну, к сожалению, такая болезнь, где она постоянно, как карусель, то вверх, то вниз, состояние меняется. И никак нельзя сказать, загадать вообще исход, и как это будет развиваться. Поэтому в тот момент я вообще не думал о том, что ему так плохо. Мы говорили по телефону время от времени. Ну, как-то там, в неделе, вот, где-то там, уже не говорили. Ну, вроде бы он, видимо, решение был в Батнице. И приехал, приехал друг отца, Франко Тирелли, ближайший друг итальянец, по Флоренции, я там был с бабушкой, и сказал мне, что в занятном моменте. И это был такой шок, потому что я, как бы, никто мне выпускал, приехал Франко, мне выпускал. И после мы так же просто поехали, сидя в машину, и поехали на машине в Париж, уже на пухорад. Так что все было очень неожиданно, как всегда смерть, она всегда неожиданна, в любом случае. Один раз мне приснилось, что я умер. Это было как-то очень похоже на правду. И я почувствовал такое освобождение, такую легкость, такую свободу невероятную. Что именно, очевидно, вот эти ощущения, вот этой свободы и легкости, как раз и дало мне впечатление, что я умер. То есть освободился от всех связей с этим миром. Во всяком случае, я не верю в смерть, никакой смерти не существует. Существует только страдание и боль. И часто человек путает эти два понятия, смерть и страдание. На мой взгляд, не знаю. Может быть, когда я столкнусь прямую с этим, у меня станет страшно, и я уже буду рассуждать иначе. Трудно сказать. Как складывалась ваша жизнь с мамой после смерти папы? Ну, мама посвятила себе свою жизнь отцу, да? Она жила ради него, жила им в какой-то степени, да? И она после смерти стала организован институт отца имени отца. Вместе с друзьями, тем же Ростроповичем, Брессоном, Шарлем и Максимилианом Шерлом, еще друг, близкий актер немецкий. И она как бы бросила всю свою энергию, которая у нее была. Она была человеком чрезвычайно энергичной, сильной, волевой и такой. И она бросила на организацию этих вещей. И, конечно, отца его не доставало, не хватало постоянно. Это чувствовалось. Ну, она посвятила созданию института, сбору архивов, первых публикаций, книг. Это все создано благодаря ей, ее энергии, ее силам. Но вся эта энергия была как бы вот реакцией на ту пустоту, да, которую оставил отец. И которая не была восполнена ничем для нее и никем. Ни близкими людьми, ни этой работой. И, в принципе, она тоже прожила довольно недолго после пациона. В 98-м году ее не стало. 19 лет. Да. Кстати, умерла она в той же больнице, где скончался отец, только на этажом выше. И похоронена не рядом. Я заранее тоже хочу попросить прощения за этот вопрос. Можете на нее не отвечать. Но я должен спросить, как уже после смерти мамы, и, может быть, даже во время, ну, то есть, когда она была жива, как вы лично переживали огромное количество разговоров, сплетен, которые в том числе публиковались в книжках, в разных там фильмах каких-то и так далее, о том, что вот там, где образ вашей мамы и роль вашей мамы, она, ну, довольно-таки критическая, скажем так, во всем этом. Как вы это все просто почалили? Я просто пытаюсь себя представить вот сыном, да, и не важно, что там происходило, и чтобы вот так вот мама твою там такая-сякая, и тогда как вы это все пережили? Знаете, если реагировать на каждое, что такое, такие заявления, фильмы и так далее, естественно, можно потерять голову, но рядом с великим человеком всегда есть великая женщина. И, конечно, ее фигура, она, она все время пыталась его защитить, оберегать, дать ему возможность творить. И, естественно, все шишки валились на нее, да, в какой-то степени очень часто, поэтому... А реагировать на какие-то эти вещи, это значит опускаться на уровень тех людей, которые эти сплетни распространяют. Это меня не интересовало. У меня, понимаете, взаимоотношения между отцом и матерью, то есть Ларисой и Андреем, это отношения знают только они, да? Та любовь, то те, почему они были вместе, почему они остались вместе, несмотря на что, почему их так связывал, почему он так нуждался в ней, она в нем. Тут можно рассказывать огромные сплетни, сколько угодно, а это остается фактом, да. Так что я знаю просто, как моя мать любила отца и что она для него сделала. Реально. И этого у меня достаточно, чтобы не реагировать на все эти сплетни и на все, что связано вокруг всего, и все это, и все это. А сплетен очень много, и они как бы существуют всегда и при всех, тем более при такой фигуре, как отец. И поэтому, в принципе, когда ее не стало, я начал заниматься и тоже доработать. И сколько вам лет было, получается, 28 лет? 28 лет, да. И вы остались один? Да, да. Тут же бабушка умерла месяц после... Маши. Да, она, узнав о кончине мамы, она тоже как бы отказалась жить. Вот. И да, был довольно страшный год, период, но тем не менее, как бы вот эту работу я взял на себя, эту работу по институту. Отец как бы сам хотел, чтобы я занимался его наследием творчеством. И я продолжил, потому что она, это нужно, мне кажется, что... В 28 лет остаться одному. Ну, такая жизнь. Такая суббата, ты тоже ничего не поделаешь, но, видимо, так. Вырастаешь довольно быстро. Развенчайте один миф, если это миф. Мортиролог, дневник вашего отца. Иногда пишут, что мама его довольно... Имела отношение к его редактуре перед тем, как он был издан. Это правда или нет? Нет, она редактировала его. И первое издание, немецкое издание дневника, мортиролога, немецкий издатель потребовал второй том. И он потребовал, чтобы был дополнен материалом, дописан. И там мама не дописывала, она дописала там несколько статей, несколько писем дополнила. Но мортиролог, который мы опубликовали, вот вы видите, это полностью мортиролог, который писал отец. И там ничего не дописано, никем. Так что это тоже некоторые легенды. И мне кажется, что если сравнить эти тексты, там все ясно стало. Скажите, пожалуйста, кого из русских режиссеров, из современников своих собственных, может быть, из знакомых и так далее, ваш отец ценил больше всех как режиссеров? Вы знаете, я не буду судить сам. Он в каком-то интервью говорил, что среди режиссеров российских он видит несколько имен, которые ему близки, которых он любит. Это Параджанов, Герман, Иосилиани. Три режиссера, которые он любил. Какой фильм вашего отца вы сами пересматриваете чаще всего? Вы знаете, сейчас я как раз работаю над картиной, мне пришлось пересмотреть их все в течение года. Ну, не знаю, наверное, Сталкер. Сталкер мне дорог тем, что мне довело побывать на съемках, когда все поверьенные съемки были здесь, на Масфильме. Это вот напротив. Я мог ходить туда, когда я хотел, и практически было там очень часто. И мне было уже где-то до 9-10 лет. Уже возраст довольно сознательный. И вот удивительное это состояние площадки, киноплощадки, Сталкера, павильон. Удивительный, интересный. Как были созданы все эти вещи уникальные в этом павильоне, какими силами это. Удивительно присутствовать в этом во всем. Смотреть за процессом, следить фильм об этом. Смотреть за процессом, следить за процессом, следить за процессом. Дорог, потому что я видел, как он создавался. А вы видели актерскую, собственно, работу, как они работают на площадке. Гайдановский, Солоницын, Гринько. Да, да, да. И Фрейнлих. Вот эта замечательная сцена, Фрейнлих. Истерики, монолог ее последний. Удивительный. Просто такая судьба. Такая жизнь, такие и мы. А если бы не было в нашей жизни горе, то лучше бы не было. Хуже было бы. Потому что тогда и счастья бы тоже не было. И не было бы надежды. Вот. И вот это все я увидел. И это, конечно, удивительные воспоминания об этом. Ну, помимо того, что фильм, я считаю, один из, наверное, моих самых любимых. Вы сейчас постоянно живете во Флоренции? Да. Там дом, который мэрия предоставил отцу. Там все его архивы. Мы собрали все материалы. Здесь его архив Тарковского находится. Там. Под охраной Министерства культуры Италии. И оттуда. Там мы работаем с материалами. Там мы проводим все наши. То, что мы деятельно связаны с наследием. Отца. Это вы уже сколько, получается, лет? В 86-й, сейчас у нас 2019-й. 14-й и... 33-й годы уже там. Вы себя ощущаете русским? Конечно. По мировоззрению, по мышлению, по складу характера. И... Естественно, я русский. Понятно, что прожив там много лет, предлитаешь какие-то определенные. Но это все поверхностное. Я думаю, что мы русские, они остаемся русскими в любых условиях. Где бы, куда бы нас ни забросило. Поэтому... Боже, я сейчас вот смотрю на вас. Вот вы сейчас повернулись. Вот туда посмотрели. Вы так похожи на вашего дедушку. Да. Арсения Александровича. Просто фантастика. Это я клянусь. Это вообще просто невероятно. Вообще невероятно. Есть фотография, очень известная его, где он. Так вот, в вашем возрасте приблизительно. Просто вообще одно лицо. Вообще. О. Три ваших любимых композитора. Ну, очень просто. Ну, как бы, может быть банально. Бах, Бетховен и Моцарт. Спасибо. Вы знаете, мы за... Вот когда выйдет эта программа, люди оставляют комментарии, вопросы для вас. Мы выбираем лучший. И от вас подарим пять книг. За лучший. Вам нужно назвать эти пять книг, которые вы бы хотели, чтобы человек получил от вас в подарок. Интересно. Что вы имеете? Классику или... Все что угодно. Классика, современные. Не важно абсолютно. Просто вот пять книг, которые вам дороги. Человечески. Ну, они могут быть недороги, но другие могут быть неинтересны. Это не важно. Для этого будет важно, что это подарок от вас. И от вас. Тогда, наверное, любимый. Идиот. Федор Михайлович. Федор Михайлович, конечно. Который мечтал снять ваш отец. Да. Ну, вы знаете, по-моему, он все-таки своего Достоевского он снял. У меня какое впечатление, что в каждом фильме есть цитаты Достоевского. Это все про Достоевского. В какой-то степени. Сто лет один в отчестве он артист. Поэзия тоже включается? Ну, тогда Евгений Онегин, конечно. Если дарить это собрание сочинения Арсения Тарковского. Сейчас вышли замечательные два тома. Четыре мы назвали. У нас Маркес, Достоевский, Тарковский, Василий Александрович и Евгений Онегин. Еще одна. Еще одна? Тогда может быть совсем другое, но интересное. Да. Хорошо. Божественное. Девай, как раз. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, Лан. Это очень для меня важно вообще. Потому что я... Для меня... Все, что связано с вашим папой, творчеством, все, что он писал, это такая огромная часть моей жизни, которая продолжается. Я все время возвращаюсь к мартирологу и к фильму пересматриваю постоянно, причем все. Ну вот это для меня очень важно. Спасибо. Я понимаю. И за вашу работу, потому что все, что это продолжается, все как-то это все живет. Понимаете, если как-то этим не заниматься, это все остановится и быстро забудется о интересах. И вот люди действительно сейчас очень часто к этому обращаются. Я чувствую, что это нужно. Это уже невероятно. И вот даже за границей, в Италии, это постоянно востребовано. И я знаю, что если это остановить, это просто будет для меня... Я себе не прощу. Причем сейчас интересно, вот выросло поколение людей, если там в 90-е, как-то там, начало 2000-х, было людям не до этого, то сейчас вырастает поколение, уже выросло поколение молодых людей, для которых такое кино вообще, и такое отношение к творчеству. Это очень-очень важно. Очень просто. Да, и причем именно молодые... Вот сейчас ребята, которые приходят, там, в институт обращаются, вообще, 18-19 лет. То есть раньше, как бы это были люди, которые знали, там, современники и так далее, а сейчас именно вот это. И это очень важно, чтобы они именно правильно это все и как можно больше узнали об этом, потому что все это очень важно. КОНЕЦ КОНЕЦ